Брестский научно-технологический парк, в котором сегодня зарегистрировано 69 резидентов, существует с 2012 года и на протяжении этого времени постоянно развивается. В скором будущем он увеличит свои площади в 4 раза, а именно на 20 тысяч квадратных метров, освоив пустовавший цех Брестского электромеханического завода. Тщательная разработка проекта будущего здания началась год назад и за это время удалось создать инновационную и экотехнологичную концепцию. Здесь применены, кроме новых строительных технологий, заливки бетона внутри прогрева, еще применяться будут технологии у них. Это применение опалубки нестандартной, это применение вторичных материалов. Здесь были материалы, ну цех производственный, здесь были применены серьезные очень металлические конструкции для жесткости. Эти конструкции не выбрасываются, они все срезаются и с помощью специальной обработки пускаются во вторичный оборот. И происходит, ну докупается, понятно, еще дополнительный материал, но все равно огромная экономия. Бюджет строительства на данный момент составляет 39 миллионов белорусских рублей, но это пока не конечная цифра, работа весьма масштабная, сумма может увеличиться. Заводские цеха предполагают высокие потолки, более 7 метров. Для помещения научно-технологического парка это не нужно, потому при составлении проекта было принято решение каждой из этажей разделить на два. И тем самым вместо четырех этажей получить восемь, так же как в действующем блоке. В денежном плане это весьма затратно. В чем новшество? После реконструкции производственного корпуса он превращается в многофункциональный комплекс. Три этажа. Первых, это будут производственные корпуса, условно производственные. Дальше будет офисная часть, один этаж. Дальше один этаж, это будет один из самых крупных фитнес-центров, фитнес-залов, фитнес-центров площадью больше 2500 квадратных метров. С душевыми, с массажными кабинетами, с медицинскими кабинетами, ну и так далее. Все, что присуще, необходимо для современного, самого современного фитнес-зала. Дальше будут офисные пространства, пространства для коллективного творчества, каворкинг-центры, выставочные залы. То есть это будет очень многофункциональный комплекс. Реконструкция такого плана непростая, но специалисты строят реста номер 8 настроены оптимистично. Работы начались в этом месяце. Сдача первой очереди самой основной сложной части реставрации планируется к началу 2022 года. Согласно документам, таких этапов будет три. Вообще реконструкция немножко сложнее, чем строить с наново, поэтому возникает очень много вопросов. Но объект самый интересный. Решение здесь применить монолитное перекрытие и увеличить полезную площадь вдвое. То есть этаж разделяется на два, и вместо высоты 720 этаж будет 360. Соответственно, по каждому этажу у нас сейчас ведутся работы по демонтажу. Пока мы только ведем работы по демонтажу. Сейчас идет закупка материала. На объекте задействовано 90 человек на данный момент, плюс техника. Научно-технологический парк – предприятие, которое называют главным бизнес-инкубатором Брестской области. Учредители закрытого акционерного общества собирают под своей крышей инновационно-активное предприятие, способное поднять научную составляющую экономики региона на новый уровень. Реализация нового проекта даст толчок для новых инициатив, представит новые возможности. Продолжение следует...